всем привет добро пожаловать на курс и сехал хакинг and penetration testing сегодня у нас вводный урок и прежде чем приступить давайте познакомимся меня зовут ну мурат мобит не язов а никнейм main from kz но вы можете обращаться ко мне просто мурат я являюсь магистром компьютерных но также имею несколько сертификатов оффенсив security на данный момент работаю cyber security экспертом в компании не тратим а также веду свой блог где иногда выкладываю свои исследования свои заметки по безопасности а также вы можете по списку цве посмотреть мои исследования почитать также у меня есть свой канал где тоже иногда выкладываю некоторые вещи вот и познакомились теперь давайте определим цели данного занятия это во первых сделать ревью курса то есть раз к расскажу что вообще мы будем изучать а также мы изучим базовые термины и создадим workspace чтобы нам было комфортно работать и чтобы мы могли оперативно выполнять какие-то задачи что касается этого курса в общих чертах мы научимся следующим вещам это во первых этика хакинга это работа с калли линуксом это различные методы атаки на веб-приложение на инфраструктурные элементы а и в целом надеюсь научимся думать как хакер а также будем учиться писать commercial great отчет то есть на коммерческом уровне и стоит отметить что этот курс будет почти полностью практическим перед вами список тем этого курса вводный урок то что мы сейчас проходим второе мы будем изучать различные методы сбора информации конечно же в рамках дозволенного законами республики казахстан а также научимся open source intelligence кратко говоря осин это тоже различные методы поиска информации в разных социальных сетях и в других источниках открыт в открытых источник информации третье мы будем изучать техники социальной инженерии проще говоря это тот же фишинг то есть взлом человека можно сказать различные методики чтобы вытащить информацию из людей либо заставить их установить какое-то программное освещение в том числе вирус или какую-то троянскую программу после социальных техник перейдем к web applications security то есть уже будем рассматривать какие уязвимости топовые существуют в веб-приложениях и уже дальше будем попробовать делать различные атаки на веб-приложении а в том числе с использованием автоматических инструментов вообще весь курс в основном состоит из автоматических инструментов чтобы снизить порог вхождения в этот курс после того как закончились в веб-аппликейшнами мы уже будем переходить на инфраструктуру security первое мы пройдем именно сбор информации то есть это разведывательные операции после этого конечно же будем пробовать делать различные атаки в том числе мы попробуем атаковать актив директории попробуем такие инструменты как шарп хаунд блат хаунд ну и конечно научимся работать с метасплойт фреймор восьмая тема это база базовые вещи android приложений и атаки на вай фай мы попробуем затроянить android приложение и попробуем его запустить смартфоне или же в симуляторе в эмуляторе android и попробуем поймать сессию на тот же метасплойт а после этого мы уже будем рассматривать cyber security training platforms то есть платформы где вы можете дальше развивать свои скиллы не не ограничиваясь этим курсом и последняя лекция будет на тему написание отчета это очень важный шаг потому что вся эта операция все эти шаги и они не они не представляют ценностей для заказчиков если вы не написали хороший отчет поэтому будем учиться писать отчет и вы еще получите как бонус международный международный отчет шаблон отчета который вы можете свободно использовать для своих проектов теперь давайте перейдем к базовым терминам первое это penetration testing то есть тестирование на проникновение также это можно назвать этичным хакингом это нескольких словах если объяснить это симуляция действий хакеров то есть компания у вас заказывает penetration testing чтобы защитить свою систему от настоящих хакеров а из симулируя эти действия вы даете им понять какие у них уязвимые места есть и с чем им придется поработать а тот кто занимается всем этим делом называется контестер специалист кто делает penetration testing а также настоящих реалиях популярна популярен игровой вид игровой вид проведения таких security аудитов когда командой делится на red и blue и некоторых случаях еще на purple red team это такие специалисты которые используют все возможные прописанные в договоре методы чтобы получить какую-то информацию или пробиться через защиту это даже может быть физический доступ к офису компании а blue team это как раз таки штат той компании в которой вы проводите контест штат который занимается расследованием и реагированием на угрозы информационной безопасности это конечно не всегда штат это может быть даже аутсорс но суть остается той же давайте теперь узнаем про этику раз мы познакомились с некоторыми терминами этика она очень нужна и самый первый документ возможно самый первый документ это хакер манифеста который опубликован скажем так black hat хакером то есть этот человек который занимался нелегальными действиями и вследствие был арестован фбр но при этом он успел написать за хакер манифеста это такой маленький эссе в котором он описывает суть смысл своих действий он говорит что хакеры это продвинутые людей которые не смотрят не на национальность не на расу не на религиозную принадлежность и что их объединяет только любопытство это что он преступник только из-за того что он любопытен а то есть я хочу сказать что даже black hat сообществе есть своя этика black это это те кто занимается нелегальным книгам и поэтому у легальных хакеров этика должна быть тем более и я хотел показать что я хотел показать что даже скажем так преступников есть своя этика и нас она должна быть тем более и еще нужно добавить что этичный хакинг всегда возможен вы всегда можете использовать свои знания благих целях вы всегда можете заработать на этом это вот краткий список платформ которые позволяют вам зарабатывать деньги взламывая различные ресурсы самый популярный это hacker one давайте откроем этот сайт вот хотите зайдем это такая платформа где различные компании предоставляют список ресурсов которые нужно проверить и хакеры со всего мира исследователи информационной безопасности со всего мира начинают их исследовать взламывать и как вы видите здесь вот список последних принятых репортов вот видите вот нашли уязвимость xss заплатили 200 долларов нашли сссрф заплатили 5000 долларов то есть за один за один бак за одну уязвимость можно заработать две зарплаты хорошего специалиста в казахстане ну вот даже вот смена имейла у какого-то аккаунта у чужого аккаунта привела баунти в размере 3000 долларов также стоит отметить что у нас есть своя платформа от наших коллег из царка они сделали платформу баг баунтики z чтобы обезопасить казнет вот здесь тоже видите новые отчеты есть и ну вот статистика есть какая-то то есть вы можете тоже здесь зарегистрироваться и исследовать застанские какие-то сайты ресурсы и также другие ресурсы тоже этим занимаются и еще одна скажем так копейка пользу этичного хакинга это объяснение почему вас всегда можно поймать если вы занимаетесь нелегальными вещами допустим вы атакующий и вы подключение вы подключены кучи vpn например не знаю действий vpn или вы подключены к тор или к другим каким-то сетям и вы думаете что вы безопасности атакуете какую-то жертву но суть в том что между атакующим и первым vpn есть провайдер который соединяет и этот провайдер видит ваш айпи адрес и айпи адрес vpn а также видит до точных секунд когда вы подключились и сколько пакетов например вы отправили и точно также с vpn1 если здесь vpn2 то между ними провайдер тоже видит информацию чай это ip-адрес то есть vpn1 и vpn2 видит эти ip-адреса и время подключения и точно также до vpn1 а также вот после того как мы дошли до конечного vpn мы подключаемся к жертве и между жертвы и последнего vpn также есть место который видит провайдер потому что жертве интернет предоставляет тоже провайдер неважно какой не важно в какой стране и он тоже видит айпи адрес и время и если вы логически подумаете то не составит труда при при большой заинтересованности например если там что-то связано с деньгами и если подключились международные службы к таких как интерпол они смогут просто запросы отправить всем провайдерам чтобы получить временные отрезки и сопоставить эти временные отрезки и в итоге сразу же вас находит а дальше уже какие-то свои техники есть про которые они ничего не знаю но именно найти вас принципе не проблема а вот эти доказательные моменты это конечно уже юристом вопрос но я к тому что абсолютно анонимности не существует как раз таки и я говорил вначале про портал тим портал тим это такое звено между редким и блутим то есть ретим он занимается хакингом он анализирует уязвимости эксплуатирует их а блутим как раз таки следит за атаками и пытается их предотвратить и предотвращает но если между ними нет взаимодействия блутим не знает что делает сейчас ретим то есть например этим эксплуатировать какую-то уязвимость и блутим этого не видит тогда блутиму следует из этого извлечь урок и настроить системы чтобы он чтобы они видели эту уязвимость но так как между ними нет портал тим блутим не знают что в данный момент ведь тем делает эту атаку а когда есть портал тим попал тим спрашивает уред тима в какой время что вы делаете например и спрашивают у будет блутима что вы сейчас видите и в итоге составляет свой отчет которым указывают что блутим вот эти атаки увидел а вот эти не увидел и после этого появляется более адекватная картина более объективная картина работы ретима и блутима здесь такой мем это такой переходной момент реальным кейсом ретиминга то есть всем известный старый мем про то что здесь работает моя мама и в итоге человека пускают в это учреждение в этот объект и теперь давайте рассмотрим интересные кейсы ретиминга в казахстане вообще ретиминг и пентест это разные вещи потому что ретимом ретиминг это очень широкое понятие а пентест это всего лишь часть ретиминга поэтому не путайте эти два понятия первый случай который я расскажу предоставлен моим коллегой и у них был реальный случай ретиминга когда один из банков решил проверить осведомленность о своих сотрудников то есть их уровень их уровень cyber security awareness если в терминах и там был такой интересный момент что менеджеры носили красный галстук а обычные рядовые сотрудники и носили синий галстук и наши коллеги сообразили что нужно одеться в белую рубашку и взять где-то красный галстук они этот красный галстук нашли и спокойно сели за любой компьютер в обеденное время то есть никто даже не заподозрил что кто-то другой кто-то чужой сел за компьютер а даже если заподозрил побоялся из-за красного галстука и в итоге наш коллега внедрил туда а вирус с помощью которого производилась дальнейшая атака а в сети этого банка также был случай опять же предоставлен моим коллегой этот случай когда не смогли войти в здание как с банком но так получилось что до люди вышли на улицу они увидели торчащий провод и как оказалось это патч корт который давал доступ во внутреннюю сеть компании вот здесь скриншот как с помощью этого кабеля был произведен была произведена атака дальнейшая и как были найдены уязвимые машины так как есть уязвимые машины уже можно смотреть кто внутри то есть можно включать веб-камеру человека с помощью тех же вирусов можно включать микрофон человека и прослушивать информацию то есть возможности достаточно широкие и очень опасны вот еще один случай из практики коллег они не смогли подобраться к зданию и просто вошли в соседнее здание и начали направлять вай фай сигналы то есть точнее перехватывать вай фай сигналы с помощью вот такой вот антенны и но здесь ребята оказались очень смешленными и увидев эту антенну сотрудники здания на фотографии вызвали полицию и в итоге коллегам пришлось уйти и объясняться почему они использовали антенну для взлома вай фай и но все разрешилось так как это официально пентест а если бы это было неофициально им бы возможно грозил бы тюремный срок а вот еще один вариант атаки это через через вай фай адаптер называется альфа вот этот альфа как раз таки может соединяться вот к таким антеннам но нужно дополнительное питание вот давайте сейчас даже ссылку открою что такое альфа а застанье их очень много вы можете загуглить альфа вай фай и купить по описанию сайта это long range usb антенна то есть говорят что даже до 10 километров ловит но на практике тема деньги модели которые в казахстане продаются они ловят до километра но это тоже прилично на самом деле потому что условия города вы можете находиться просто в соседнем здании и спокойно анализировать вай фай сеть соседнего здания вот еще один интересный случай это случай из текущей компании этот пентест мы проводим прямо сейчас мы подключили то есть мы приехали в офис как гости и подключили к общедоступному принтеру разбери пай и этот разбери пай был подключен к костевому вай фай и самое интересное этот разбери пай до сих пор там висит и когда мы следующий раз приходили в офис этот принтер уже был передвинут на другое место но никто не стал этот разбери пай отключать потому что видимо боялись и не понимали что это такое и решили просто так оставить и в итоге у нас постоянный доступ внутри этого разбери пай кали линукс в которой установлен ситу агент ситу агент это можно сказать троянская программа которая позволяет получить доступ к этому разбери пай а так как мы имеем доступ к этому разбери пай мы уже можем в сети вай фай делать атаку на на другие устройства и также следует отметить что редким не ограничивается доступом компьютеру это также может быть копирование сигналов шлагбаума проверка каких-то осу т.п. скада систем и то есть редким это очень такое широкое понятие теперь давайте рассмотрим интересные кейсы в мире вот такая фотография казалось бы ничего подозрительного аквариум и термометр но так получилось что интернет и технологии стремительно развиваются и даже термометры сейчас подключены к интернету в 2018 году произошел инцидент когда взломали целое казино через через умный термометр то есть взломали сам термометр который был подключен к интернету и установили туда такую маленькую маленький сервис с прокси и через этот прокси уже двигались по сети получается то есть такое маленькое устройство позволило сделать брешь системе а теперь подумайте сколько у вас в доме умных устройств это может быть холодильник например смарт холодильник это может быть smart часы роутер это может айпи камера это тот же playstation да это может быть даже машина машину на машины например сейчас ставит автозавод который также работает через интернет очень много вещей которые сейчас подключены к интернету и представьте что наш на какой-то из них кто-то получил доступ это может если там есть камера или микрофон это может привести например прослушивание вашего дома или же к дальнейшей атаки вашей сети а также сейчас очень популярно создавать ботнет и ботнет это такая армия завирусованных устройств и сейчас популярно создавать ботнет и на айв устройствах интернет of things то есть как раз таки вот эти все вещи умный холодильник умный дом все это относится к интернет of things и сейчас очень популярно организовывать доз атаки атаки направлены на отказа обслуживание через айот устройство недавно как раз таки вышла новость на microsoft была произведена атака с мощностью несколько терабит секунду и так как за рубежом рэд тимминг более развит там интерес там интересных кейсов конечно больше например это может быть случае когда женщина носит с собой подушку и стоит уж у турникета и говорит что не может найти свою карточку для входа во внутрь и охранник конечно же из-за человеческого фактора не видя что человек якого положений открывает этому человеку турникет в итоге этот человек может найти какой-то свободный компьютер и запустить какой-нибудь вирус например систему и таких случаев много вот по этой ссылке можно посмотреть похожие случаи например именно в этом случае описывается что женщина притворилась беременной чтобы остаться конференц-зале и в конференц-зале подключилась компьютер и хочу показать что исследование зашли далеко за за айот устройство сейчас даже взламывают сейчас даже взламывают тот же mac тот же iphone и другие устройства с поддержкой распознавания отпечатков пальца вот например когда вы где вы что-то трогаете вы оставляете отпечатки пальцев и если этот отчет а сканировать и напечатать то из-за того что черная краска оставляет контур туда можно нанести клей и этот клей создаст другой 3d контур который аналогичен этому отпечатку пальцев и можно просто открывать любые вещи вот например даже bitcoin кошелек открыли поэтому нельзя забывать использовать двухфакторную авторизацию я например вообще не использую fingerprint не сильно доверяю ему и к тому же это на самом деле сбор информации ваши отпечатки тот же apple имеет базу данных отпечатков и лиц людей со всего мира и вот еще один интересный кейс это бит юсби наверняка кто-то из вас хотя бы один раз в жизни находил флешку где-нибудь и это это видео аргумент чтобы эти флешки вы никуда не вставляли есть такой такое устройство называемый бит юсби это с виду обычная флешка но на самом деле это клавиатура когда вы подключаете его он подключается не как флешка как клавиатура и начинает вводить информацию то есть вы заранее туда вставляете скрипт который пишет какой ну какой-нибудь код который выполняется как будто бы через клавиатуру сейчас здесь какое-то видео здесь было а вот здесь вот например вот флешку вставляют ноутбук и что в итоге происходит он подключается как клавиатура и начинает играть музыка которую вы сейчас не слышите я хотел бы показать а вот подключили флешку и видите он заходит сам меню сам отключает windows defender то есть это все прописывается как скрипт и и в итоге можно запускать вирусы краянские программы то есть все из-за того что вы вставили флешку про которую ничего не знаете но это очень удобный вариант атаки при ретиминге можно просто флешку оставить в офисе и обязательно найдется какой-то сотрудник потому что общая общая черта всех людей это любопытство и обязательно найдется человек который захочет подключить эту флешку и обязательно подключить и у меня еще здесь для вас был бонус для общего развития смотрите обычный банкомат внутри еще один банкомат как вы думаете для чего это это устройство называется скиммер используется преступниками которые воруют информацию про карточные то есть информацию с карточных с карт обычных ска обычных банковских карт потому что они принципе содержит всю информацию которая нужна для вывода денег из банкомат поэтому опять же будьте осторожны когда вставляете карточку банкоматы проверьте нет ли там посторонних устройств и иначе ваши деньги в опасности и здесь еще одна интересная ссылка ссылка на на список инцидентов хакерских и принято считать что первый хакинг произошел 1903 году а то есть взломали телеграф и еще более известная наверное для вас будет взлом машины энигма даже был фильм название забыл правда право на тюринга который взломал машину энигма ходе мировой войны 2 это тоже хакинг настоящий хакинг ну и весь список других значимых атак которые происходят вот 21 год 22 еще не вышел и здесь вы можете ознакомиться с последними новостями которые происходили за последние несколько лет давайте вернемся к нашим моделям моделям протеста существует несколько известных моделей пентеста такие как и т.с. о.с. и м.м. и с с а.ф. низ ну и другие можно посмотреть вот по этой ссылке мы будем рассматривать именно питес это поможет нам стандартизировать все наши действия наш курс он практически но без теории тоже не обойтись потому что теория это выжимка из опыта нескольких сотен или тысяч специалистов в этой сфере и нам непременно нужно будет изучать иногда теоретические вещи вот сама модель питес она в основном состоит из семи шагов первая подготовительная по фаза вторая сбор информации третье моделирование угрозы четвертое анализ уязвимостей это это эксплуатация шестое это пост эксплуатация и последнее это написание отчет давайте кратко пройдемся по этим шагам первое это подготовительная фаза очень важная фаза потому что здесь определяется скоп здесь определяется нужды заказчика и чтобы не получилось так что в конце контеста выясняется что какой-то скоп был лишним или наоборот не доставала код скопа чтобы всего этого не произошло нужно составить техническое задание нужно закрепить все это в договоре и зафиксировать все такие важные моменты но при этом нужно помнить что мтс это не конфронтационная игра здесь не важно доказать что вы крутой здесь не важно доказать что кто-то наоборот не крутой здесь важно учитывать бизнес риски и помочь бизнесу не потерять деньги не потерять оборот не потерять репутацию то есть и вы и сторона заказчика должны понимать что вы на одной стороне потому что у нас были случаи когда нас принимали за врагов некоторые сотрудники отделы безопасности и на ходу патч или систему хотя такой патчинг не был оговорен в договоре и это нам только мешало руководство также было против чтобы они делали подобные вещи но они при этом не слушались и просто говорю что типа не знают что происходит вот и сами же себе мешали чтобы получить объективную оценку нужно было просто помогать нам и потому что именно в том случае они же знали что мы будем делать атаку а если они попадутся на настоящих хакеров которые занимаются нелегальными вещами они у них разрешение спрашивать не будут то есть они будут спрашивать у них можно ли про эксплуатировать какую-то необходимость и можно ли провести додос или еще что-то поэтому важно понимание даже если вы участник блутим или даже если вы участник редким что вы на одной стороне это нужно зафиксировать сразу после того как вы заключили договор второе это сбор информации сбор информации происходит пассивным или активным образом пассивные сбор информации это да вы не подключаетесь к объектам то есть между вашим компьютером и компьютером клиента нет соединения никакого эти эти методы сбора информации включают себя именно поиск в открытых источниках тот же шо дан тот же цен сис и другие сервисы которые автоматически сканируют интернет на таких сервисов вы всегда можете найти информацию не засвечивая свой ip-адрес но после того как пассивный сбор информации был завершён вы должны начать активно сбор информации прямо подключаться к объекту сканировать на все порты возможные какие-либо директории скрытые и так далее потому что чем больше у вас информации тем больше в дальнейшем шансов что у вас будет много векторов атак после того как вы собрали информацию чтобы не не делать всю операцию беспорядочным нужно моделировать угрозу то есть описать конкретные шаги по которому вы будете двигаться чтобы скомпрометировать систему и только после этого начать работы после того как угрозы смоделированы теперь вы ищете уязвимости уязвимости как раз таки вы ищете исходя из того что у вас есть информация собранная на втором этапе и анализируйте это уязвимости и важно отметить что вы лучше будет вам описывать дату и время нахождения уязвимости чтобы потом легче было написать отчет и легче было проанализировать блутиму когда они проспали или наоборот за детектили вашу атаку и следующий шаг это эксплуатации уязвимости после того как вы обнаружили уязвимости выйдем вы теперь пишите exploit exploit это скрипт который эксплуатирует уязвимость скрипт или программу и выпишите такой exploit и эксплуатирует уязвимость то есть получаете доступ к системе пост эксплуатации после эксплуатации это уже этап когда вы закрепляетесь в системе то есть закрепляетесь системе пытаетесь повысить свои привилегии например если у вас обычный пользователь вы пытаетесь получить root доступ или систем доступ для windows и также планируете что вы будете дальше делать как двигаться вот вообще в рамках этого курса мы постараемся посмотреть 22 си ту систем 2 то есть covenant и merlin это такие системы которые предоставляют вам клиентскую и серверную часть клиентскую часть вы запускаете на любом компьютере и в итоге через сервер вы получаете доступ к этому компьютеру то есть районская программу простыми словами районская программа которая позволяет вам управлять несколькими компьютерами одновременно и мы постараемся вот этот covenant и merlin использовать это опенсорные варианты ситу серверов титу систем и последняя фаза это написание отчета но на самом деле написание отчета начинается уже на этапе сбора информации очень важно так здесь у меня ошибка слайде так ошибка исправлена то есть репортинг он должен начинаться уже со второго шага вы должны описывать как вы находили информацию вы должны все скриншоте обязательно делайте скриншоты обязательно документируйте все что вы нашли когда вы нашли точное время потому что все это поможет потом проанализировать эффективность отдела информационной безопасности эффективность блютим и также важно разделять отчет в некоторых случаях которые можно предоставить руководству и который можно предоставить техническому технической команде потому что руководство скорее всего не поймет технические детали о технической команде нужно больше деталей и поэтому можно разделить но конечно можно обойтись просто аппендиксами и добавлять просто эксплойты в один репорт так дальше у нас типы пентеста это традиционно black box grey box и white box black box это когда у вас никакой информации нету кроме как название компании то есть точная симуляция действиях хакеров в таких случаях даже возможны варианты когда руководство компаний решает не сообщать своим безопасникам что производится пентест именно black box и это часто происходит когда руководитель хочет оценить уровень подготовки своих специалистов и в таких случаях нам приходится работать максимально скрытно использовать максимально скрытные методы сканирования атаки то есть например не подключаться в нерабочее время такие вещи которые помогут скрыть следы то есть точная симуляция действий хакеров второе это grey box grey box это когда предполагается что в компании есть инсайдер который слил некоторую информацию например логин пароль какой-то системе и здесь оценивается возможность что произойдет если в компании есть инсайдер к чему это может привести white box это когда у вас полный карт-бланш вам дают даже исходные коды систем вам дают административный доступ доступа всех уровней чтобы вы могли проверить полностью какой пользователь что может сделать и обычно white box предоставляют когда происходит не просто penetration testing а именно vulnerability assessment vulnerability assessment это именно выявление всех возможных уязвимостей системы то есть concentration testing это просто проверка возможности на проникновение а vulnerability assessment это уже полная проверка всех уязвимостей описание всех уязвимостей и это очень эффективно также существуют фреймворки базы знаний которые содержат в себе актуальную информацию о тех же хакерских группировках о тех же вариантах атак я назвал это атак превентинга фреймворк фреймворк не знаю насколько правильно назвал но суть в том что тот же cyber kill chain или метро атак они предоставляют возможность блутиму быстро предотвратить атаку он описывает все методики какие предпринимают хакеры и с помощью того что вы знаете наперед что предпринимает хакер на следующем шаге вы можете прервать цепочку этой атаки давайте зайдем по первой ссылке посмотрим что это такое и давайте по этой ссылке зайдем вот несколько шагов описаны и если вы прервете прервете хоть хотя бы один шаг то скорее всего вы прервете всю атаку и вот еще есть метро атак который содержит информацию именно о настоящих атаках то есть real world observations и здесь даже есть описание группировок хакерских которые незаконно действуют например нажмем на любой вот например апт-1 это китайская группа которая скорее всего поддерживается на государственном уровне то есть это государственные хакеры которых нанимают государство в основном в основном китайские группировки и северокорьянские потому что у них почему-то это очень развито именно именно информационная разведка у них очень развита и вы можете здесь посмотреть что они делают как они атакуют какой софт они используют и понять чего они добиваются потому что об это группы если они проспансированы государствами они скорее всего не хотят причинить вам вред они скорее всего хотят скачать всю информацию для раз потому что они это все делают для разведки и если вы быстрее обнаруживаете цель вы быстрее можете предотвратить утечку данных и нужно еще рассказать что такое апт апт это advanced persistent то есть именно те группировки которые закрепляют в системе очень хитрым образом например мы уже столкнулись с китайскими хакерскими группировками и что у них интересно их вирусы не находят ни один антивирус ведь ни один антивирус не знает как найти их вирусы и только ручной анализ помогает и при этом они используют украденные сертификаты для подписывания вирусов то есть ваш компьютер будет считать что это приложение легитимной компании название компании я называть не буду но они активно используют их сертификаты а также они используют зеродей уязвимости зеродей это уязвимости про которых никто не знает то есть сам разработчик или антивирус они не знают про то что такая уязвимость существует и такие уязвимости называются зеродей и такие группировки они используют такие неизвестные уязвимости потому что у них очень много денег у них очень большая группа которая занимается исследованиями занимается разработкой эксплойтов например тот же случай с НСО групп когда шпионы за телефонами тот же Pegasus который недавно всплывал в новостях который взламывал последний айфон последний андроид то есть даже непонятно сколько группировок существует и сколько у них уязвимости есть в запасе и на основе разных методологий существует некоторые чек-листы чек-листы вам помогают не пропустить этапы атак давайте откроем их так а вас вот а вас русский чек-лист например стадия information gathering здесь ручной заход на сайт проверка робот стексти сайт map идентификация ролей пользователей клиент сайт код анализ и так далее и по так по каждому отделу по каждому направлению вы можете отмечать и тогда у вас скорее всего получится более-менее объективная оценка системы ну точно также вот существуют другие чек-листы полезно их использовать чтобы ничего не пропустить первое что нам нужно сделать это установить калий linux моим слушаем случае на virtual box у вас может быть любой тип виртуализации вы можете не знаю установить на флешку например в виде загрузочного а вот по ссылке слайде предоставлена именно виртуальная машина готовая вы можете его скачать и просто запустить а если вам нужно сделать какие-то дополнительные настройки вы можете перейти на главную страницу и нажать на base images и там уже скачивать ICO файл ICO файл скачать и установить куда захотите ну и также есть для например для разбери пай есть варианты вот разбери пай банана пай так у меня он уже скачен у меня он уже скачен и здесь находится нажимаю на него дважды и у меня открывается wishful box и мне нужно выбрать параметры давайте поставим азу побольше и DVD мне не нужен саундкарт мне не нужен network адаптер так память где ну давайте импорт сделаем потом уже посмотрим так я принимаю условия и начался импорт займет две минуты пишет я пока поставлю видео на паузу у нас импорт завершился появилась новая машина давайте попробуем его запустить калий линукс фирменный логотип калий линукс и у нас просит логин и пароль наверняка root root или тур нам надо будет загуглить калий в паспорт калий 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 с мы с анализ разных инструментов которые вы можете использовать кали мы установили следующий шаг это добавить гость additions и включить включить клипборд например я вот это слово копирую и попробую вставить терминал у меня вставляется видимо у меня работает девайс из вот здесь шарит клипборд выбираете бедер еще ну если у вас не срабатывает нажимаете на insert quest additions и после того как гость additions установилась перезагружаете али линукс и у вас должен работать буфер обмена двухсторонний второе это нам нужно установить metasploitable это такой образ виртуальной машины который содержит старый софт содержит уязвимый софт и очень-очень не рекомендую его публиковать доступное место то есть даже если вы сейчас опубликуете установите virtual box сделайте так чтобы никто не мог достучаться из интернета в эту машину за натом надо поставить так здесь скачиваете и у меня он скачен он формате в мдк чтобы вот этот формат поставить именно вешал бокс давайте отключим сначала этот калий и шоу бокс нужно сделать вот что нужно добавить new и вешал машин и например не это спой то был и выбрать здесь азер linux linux азу linux все четыре бита нажимаем next выделяем память например 4 гигабайта и момент выбора диска делаем юзан экзистин вешал адрес и выбираем так и выбираем тот виртуальный диск который нам нужен вот метасплой был вот вот этот диск open и его нужно еще и выбрать выбрать и делаем create и все у нас установлен хочу попробую запустить запускается вот здесь дефолтный логин пароль это мсф админ мсф админ и используя этот логин пароль вы можете зайти в систему и вот посмотреть список вещей давайте его выключим тоже теперь настало время настроить настроить между ними общий над давайте сделаем settings network и здесь над network можно будет выбрать свой network чтобы его добавить нужно зайти в tools preferences network и здесь вы добавляете свой над например плюс настраивайте и здесь указывайте айп адрес допустим 192 и здесь например не знаю 11 окей от network давайте назовем его мера остановить и остановить и выбрали окей теперь настраиваем 2 2 машины нажимаем выбираем делаем сеттингс и переходим network выбираем над network выбираем остановите и здесь то же самое network остановить и теперь они в одной сети и что немаловажно они за натом и вроде как не должно быть не должно быть доступны для других компьютеров давайте включим две машины кали 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 и здесь здесь пока у нас загрузка идет здесь мсф админ мсф админ опять раз как вы видите 192 111 2 5 здесь посмотрим айп адресе айп адресе 24 там 25 так давайте попробуем просканировать базовые порты хотя бы так айп адресе 24 там 20 портов попробуем так вот 80 порт открыто пишет давайте попробуем зайти через браузер в браузер вот метаспорт 2 то есть вы через кали можете проводить атаку на эту машину вот здесь разные уязвимости можете пробовать вот поэтому опасно вот эту машину выводить наружу сеть и когда они не делаете этого я произвел некоторые проверки и текущая настройка для нас приемлемо например если мы с главного компьютера попытаемся зайти по адресу то у нас ничего не получается то есть машина безопасность и они соединены только между собой так давайте метаспорт был отключим потому что каждый каждая машина захватывает достаточное количество оперативной памяти ресурсов и это приводит к шуму компьютера значит и на качестве этого видео может отражаться следующие а у вас здесь шоп это у нас в аппликейшн в котором специально оставленные баги и чтобы опять же его не публиковать и публиковать в интернет лучше его установить внутри кали линукса для этого мы делаем вот так мы делаем девайс из шейф фолдерс и добавляем шейф фолдер найти вот воркспейс возьму просто automount выбирайте если вы хотите постоянно его замалить что выбирайте permanent я временно выберу и зайдем файл-менеджер у нас появится вот workspace и мишен дина и первичный дина и потому что мы не заходили от имени рута давайте откроем терминал сделаем суду и введем пароль калий теперь мой под рутом заходим медиа сф workspace теперь у нас доступ есть против на эти файлы так давайте вот этот джекшоп скопируем например папку тмп но предупреждаю папка тмп удаляется автоматически давайте врутка вы перенесем и давайте заодно скопируем в год cpr в год прут например в так давайте сначала создадим папку в год и уже до так теперь заходим врут и видим что у нас успешно скопировалась так джекшоп что у нас пишут по инструкции как нам нужно установить его у нас окажет дистрибушен и нам нужно его распаковать и запустить мтм старт кстати если у вас не подходит версия нот вы можете здесь скачать другие версии я пока сам не знаю какая весила ноты у нас стоит сейчас по ходу и узнаем делаем суду апт апдейт это будет обновлять список репозиторий то есть это некая баз данных которые содержат ссылки на пакеты которые нам нужно установить пакет нашем случае это но джесс у нас обновилась все вроде ждем пока вернется терминал вот она является все обновилась теперь делаем апт стал но джесс делаем отвечаем и крик то есть да на установку и сейчас посмотрим какая версия становится окно джесс версия так 12 версия установилась значит нам нужно скачать 12 версию из релизов что я скачал видимо не подойдет 12 версия linux выбираем скачиваем так пусть того как скачаем мы его перенесем в виртуальную машину переносим мы его вот сюда вот 17 версию удалю просто он уже не нужен еще раз копирую из media sf workspace чеша копирую врут и удаляю джесс об 17 версии теперь нам нужно разархировать так у нас еще так она удобно сочи файлов директории интересно ждем пока все заинсталится вот команда xpdf сиди джоша npm старт так команд not found install да нам нужно установить жмем y и ждем что хорошо linux и все пакеты легко установить сам предлагает очень легко работать если вы один раз научитесь один раз привык мне дошло до того что с windows я уже не сильно дружу но офисные пакеты конечно windows в разы лучше поэтому приходится работать с ним установка у нас продолжается подождем пока устанавливается давайте я расскажу подробнее вот здесь есть здесь есть список уязвимостей давайте просто загуглим душа на это установленная версия ну после установки он должен так выглядеть то что там какие уязвимостей есть на сайте а вас можно почитать вот челлендж и здесь видите список уязвимостей который там существует и в идеале вам нужно все это заэксплуатировать чтобы полноценно понять уязвимостей здесь вот куча уязвимостей xss орбитры же файлайт и сквейл инъекции а брутфорс и так далее так что нам пишет давай пусть делает и старт интересно что пакетный менеджер устанавливается дольше чем со мной джейс вот еще нам нужно будет установить в год это тоже от аваста написано java и содержит в основном уязвимостей для джавы очень полезно тоже потому что сейчас много приложений на джава тоже в удобном варианте предоставлено мы будем запускать стендалон версию заходите релизы и скачиваете jar файлы так установилась питать npm старт сделаем npm так он проверяет пакеты все ли на месте порт проверяет давайте теперь зайдем поэтому порт пишем localhost и порт трехтысячный и все у нас и шап открылся работает вот здесь уже можете проверять на уязвимости и что хорошо он всегда доступен вам не нужно интернет соединений вы можете где угодно тренироваться так отключаю и давайте попробуем запустить в год у нас получится так в год первая команда так и сразу же ошибка у нас старая джава нам нужно обновить шаму мне удалось все таки обновить джава до 15 версии вот заходите на сайт дико джавана и скачиваете для linux x64 в парке за файл вот этот файл скачиваете прямо калий может скачать так давайте отключу пока вот у меня скачиваем файл переносите этот файл папку опт заходите папку опт и делаете арк xvzf и он разархивирует все файлы после этого при запуске в год а вам нужно просто заменить вот этот слово джава на путь опт джи детей пин джава то есть это будет пинар ником который будет запускать jar файлы вот это копируем и идем папку в год вот таким вот образом будет выглядеть команда нажимаем enter и тут тоже опускаем так сначала вот это должно запуститься еще раз попробуем так по портам 8080 9090 вас будет доступны сервисы вот и еще если хотите дополнительно что-либо установить можете зайти по этим ссылкам и здесь например доставлены уязвимые машины например веб-машин нажимаем и видим что можно скачать в ово формате скачивайте и взламывайте здесь также есть в ул хоп это уже докер контейнеры которые содержат себе уязвимый wordpress уязвимый веб-мин то есть отдельные программное обеспечение их тоже можете взламывать тренироваться и все вопросам мы на лекции встретимся по домашнему заданию нужно все это дело установить а также зарегистрироваться на этих платформах эти платформы позволят вам онлайн не устанавливая ничего работать с уязвимыми образами с уязвимыми виртуальными машинами на этом все всем до свидания до встречи на следующем занятии у нас уже закончен у нас уже не выводится м�� кто встроен у нас увидимся